здравствуйте дорогие друзья усаживайтесь поудобнее мы начинаем нечаянно задел штатив сейчас будет наконец-таки долгожданный тест о котором вы меня очень-очень долго опросили сделать его очень-очень много пришло сообщений по этому поводу я там не знаю штук под 500 по написал мне человек то что про тесте про тесте то пожалуйста про тесте наконец-то но сделайте уже короче вот камеры всех лучших смартфонов на момент снятия этого обзора лучших это апрель тысяч начала апреля 2016 года сейчас сразу оговорюсь объясню то что сейчас уже была презентация huawei p9 с двойной камерой вот это мне очень интересно очень-очень интересно но не буду строить какие-то одежды потому что боюсь разочароваться как и разочаровался вот же пятом не lg5 и никакие штеси говнофоны sony я покупать не буду они неинтересны просто ребята я снимаю не про все смартфоны с понимают про смартфоны которые покупаю я сам для своего пользования поэтому насколько могу правдиво рассказывал о каждом смартфоне но естественно кто-то там кому-то такая правда не понравится вот меня там заминусовали за то что я соли за 5 обосрал объективно его обосрал потому что не ужасная камера вот меня за это заминусовали очень сильно еще полгода назад так будут участвовать принимать участие в тесте у нас какие смартфоны miizu 5 pro nexus 6 пи айфон 6 с плюс 6 плюс с xiaomi mi5 samsung и 7h начнем по моему скромному мнению с аутсайдера с аутсайдера это miizu 5 pro я не профессионал в фотографии но 15 лет тем не менее занимаюсь это моё профи хобби фотография и 12 лет покупаю самые лучшие самые дорогие смартфоны каждый год наверное трачу по миллиону на лучшие все смартфоны которые нравятся мне опять же я объясняю не покупаю все подряд miizu 5 pro miizu 5 pro очень классный шикарный смартфон прекрасный все в нем супер хорошо и эргономика отличная лежит в руке для такого большого смартфона и дизайн мне в принципе нравится мне не нравится что только на надпись miizu подняли вверх снизу и в принципе экран хороший неплохо видно его но потом про экран в конце поговорим звук в нем шикарнейший не греется в играх в игры в горизонтальной ориентации играть очень удобно в общем куча куча фишек и плюсов минус у него это его камеры ребята здесь стоит старый модуль камеры сенсора sony amx 230 он неплохой конечно но ребят опять же вот чем сравнивать даже полгода назад выходил когда и мизу выходил nexus 6 пи совершенно другой модуль камеры можно сказать божественный по фото именно не по видео в общем а видео здесь мизу снимают ужасно плохо ужасно вы можете посмотреть примеры всех фотографий будет ссылочка под видео заходите на яндекс диск и сохраняйте себе на компьютере на компьютере смотрите только так можно посмотреть оценить потому что я смотрю на этом есть статистика многие люди заходят смотрят тупо на яндексе фотографии ребята что вы можете оценить там на яндексе смотря нужно скачивать на компьютер смотреть только там или на планшет ваш или на ноутбук и только там смотреть полностью полные примера фото в общем будет в куча куча будет фото battle был еще один будет еще там два я выложу в общем два или три две или три ссылочки будет под видео посмотрите закачайте себе оригинал и посмотрите в общем по фото фоткает абы как у него есть ручные настройки но ребята все равно не вытягивает выше головы не прыгнешь потому что старый сенсор камеры на фото он плохо не плохо фоткает ну по фрейду ошибся плохо фоткает на фон на авто он фотки так себе в общем но на ручнике можно вытянуть конечно уже получше фотографии но опять же ручник тоже далек от совершенства в общем ну более-менее пользоваться можно занимает непочетное пятое место по фото и по видео потому что про видео я вообще промолчу видео это какой-то туши свет ужасно пишет видео постоянная растабилизация видео идет постоянно дышит автофокус дышит значит он подстраивается подстраиваться там ловит на что объект на котором сфокусироваться объект фокусировки и у него какой еще у него еще минус тоже очень объективный это яркость экрана яркость экрана него такая же как у nexus 6 пи вроде неплохо вроде видно под солнцем но видно это не настолько хорошо насколько видно тот же iphone а iphone все время уступает к xiaomi mi 5 по яркости экрана под солнцем а к xiaomi mi 5 уступает только samsung u7 или samsung u7 age у них вообще запредельная яркость под солнцем в общем вот такие вот минусы у miizu 5 pro максимальная яркость под солнцем экрана не такая максимальная как хотелось бы и фото камера и видео оставляет желать лучшего nexus 6 пи та же самая проблема с экраном экран шикарных помещений отличные углы обзора но под солнцем виден уже далеку далеко не так хорошо как и семейшер и xiaomi mi 5 камера 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 у него обалденная по фото модуль очень крутой sony amx 377 очень классно фоткает очень хорошая сильная вспышка кри 90 модуль вспышки но просто вот пипец а не смартфон просто бомбофон не знаю мне он очень нравится это такой можно сказать эксклюзивный смартфон потому что его очень тяжело достать это rst версия стоит 53 тысячи рублей версия на 64 гигабайта я себе купил недавно думал поменять на черный такой же на 128 гигабайт но черный очень сильно лапается поэтому меня это оттолкнуло а так nexus 6 пи хоть черный хоть золотой хоть белый очень очень классные аппараты но ребята ужасная ублюдочная видеозапись я сейчас поясню если вы стоите на месте пишите видео стационарно пишет он видео очень неплохо если вы начинаете идти и писать видео это пипец все можете сразу выключать потому что получится вот такая дерготня туда-сюда там черт знает что в общем по фото ему он отлично а из-за видео он не входит стройку лучших смартфонов получает четвертое место и опять же экран под солнцем у него не максимально во время фотографирования это очень важно потому что если плохо видно вы не понимаете насколько правильно вы фокусируетесь или еще что-то тем более если в солнцезащитных очках так это вообще ужас так iphone 6s plus получает у нас бронзу уже входит в число призеров камера у него по фото не лучше чем у nexus а у nexus я считаю лучше намного по резкости по детализации но фишка вся в том то что iphone нереально круто стабилизирует видео очень хорошо пишет видео iphone 6s plus просто ему ну не знаю по записи видео можно поставить девять с половиной баллов из десяти вот даже девять баллов одного балла не дотягивая до десятки в общем все классно в iphone 6s plus но ребята фотки конечно не супер а вот видео просто обалденно пишет но камера уступает nexus по фото но почему он занимает третье место а nexus 4 потому что по совокупности фото видео он все равно станет он лучше он лучше чем nexus потому что он пишет намного лучше видео человек покупающий смартфон он покупает all-in-one устройство все в одном то бишь он хочет чтобы там все было понимаете потому что таскать с собой зеркалку таскать с собой электронную книгу таскать с собой отдельно кнопочный телефон таскать с собой отдельно mp3 плеер и органайзер вот пять предметов еще что можно сказать калькулятор это нереально неудобно вы сами это понимаете это маразм это вот как было в 90-е годы там в начале до того как вышли сотовые в массы можно так сказать когда у них уже все появился органайзер калькулятор и т.д. и т.п. в общем поэтому конечно приобретая любой смартфон мы хотим получить нему по максимуму а если он это не дает то это конечно огорчает в общем занимает третье место iphone 6s plus по совокупности характеристик видео и фото записи третье место получает бронзу второе место второе место у нас получает xiaomi mi 5 он лишен недостатков по экрану у него яркость обалденная но единственное что он перенасыщает красный цвет как правильно заметил паренек один магомед то что у такая же проблема была у смартфонов sony но она была не только смартфонов sony за 3 там за 3 плюс такая же проблема есть и у смартфонов lg lg g4 lg v10 lg 5 красный цвет они по-блюдашному делают валы не в валы валы цвет причем такой кислотно яркий алый экран вот такая же проблема есть наподобие в mi 5 красный цвет он очень сильно перенасыщает на к сожалению нет фотографии наверно но вот есть сейчас я вам покажу вот есть фотографии вот смотрите вот этот цвет вот на камеру он более красный когда в живую смотришь он алый ужасно алый а вообще эта картинка красного цвета вот он здесь видите какой цвет становится ужасный какой-то цвет какого-то помидора в общем яркость обалденная но привирает красный цвет это конечно плохо камера сейчас секундочку xiaomi mi 5 имеет 16 мегапиксельный модуль камеры от sony sony amx 298 обалденно фоткает днем днем шикарно фоткает на уровне с лучшими флагманами мира с тем же 7 эйджем даже бывает выигрывает по портретной фотографии но какой у него минус минус у него то что камера я пока не всеядная пока не вышла куча прошивок не улучшили его он вечером очень очень сильно синит очень сильно привирает цвета очень сильно много шумов по вечерню по ночным фотографиям пока xiaomi проигрывает сильно си имейджи топ вообще король по вечерню по ночным фотографиям по фотографии помещений общем ксюмин 5 днем фоткает нереально круто на уровне сайтер с 7 эйдж догос шагу в чем-то бывает выигрывает по фото по виде о видео видео он снимает обалденно классно с качественным fraud звуком. Но, ребята, видео пока очень плохо стабилизируется. Здесь первый в мире в смартфонах 4-осевой оптический стабилизатор изображения. Это не хухры-мухры. К примеру, у меня в телефоне за 150 фотоаппарат за 150 штук. Там только есть стабилизатор 5-осевой. А здесь уже 4-осевой смартфончики за 30-ку. И, конечно, пока не реализовали, нет, еще функцию не подправили, видео пишет пока так себе. Звук хорошо, резкость видео хорошо, цветопередача перенасыщена, сразу говорю. Та она практически у всех здесь не идеальна. Более-менее самая идеальная цветопередача это у LG V10 по видеоряду, при видеозаписи. У этих смартфонов у всех она привирается. В общем, видео пишет хорошо, но стабилизирует картинку плохо. Но по совокупности плюсов и минусов он занимает почетное второе место серебро. Потому что, вроде как, и видео пишет хорошо, даже при ходьбе намного лучше, чем Nexus 6P и Meizu 5 Pro. Но все равно еще не фонтан. А если еще выйдет прошивка, улучшающая камеру по стабилизации видео, вообще будет просто бомба. Сейчас второе место пока. Samsung Galaxy A7, Galaxy A7 Edge. Обалденные смартфоны, у них попадаются разные модули камеры. Но не стоит, ребята, из-за этого устраивать холивар, потому что я посмотрел уже, друг купил Sony смартфон. Так вот, в чем я нашел фишку. Смартфоны Sony фоткают ночью лучше. Смартфон Samsung с модулем камеры Sony, поправлюсь, фоткают лучше, чем такой же Samsung, но с модулем от Samsung. Ночью или в помещении фоткают лучше. А днем, да, Samsung мой выигрывает у него. В общем, такие плюсы и минусы. Теперь общая по камере. Камера просто чумовая. Обалденная. У нее только один самый большой минус. В S7, во-первых, ну да, можно сказать даже два минуса. Во-первых, S7 тоже привирает цвета, очень сильно теплит. Как и iPhone привирает, но S7 где-то больше, где-то меньше привирает. Но, что плюс у него нереально скоростной автофокус. Просто нереально скоростной автофокус. Но я уже показывал на видео, и вы уже наверняка много видели, как там подносят бумажку, убирают, или человек попадает в кадр, моментально фокусируется. Человек голову убирает, моментально фокусируется за пространством, которое находилось за человеком. В общем, нереально автофокус. Такого даже нет на фотоаппарате, ребята. За 150 штук фотоаппарат не фоткает так, скорострельно не работает автофокус с дорогими объективами по 60-90 тысяч. Как, блин, какой-то сраненький смартфончик. Вы представляете, вот это вот такая вот супер-супер скоростная автофокусировка у S7 и S7 Edge. Это плюс огромный. Но какой минус? Какая ложка дегтя есть в камере Samsung S7 Edge, независимо от модульной камеры Samsung или от Sony, за счет того, что он 12 мегапикселей всего стал, был 16-й, V6. Приблизить картинку на вашем смартфон, на вашем там нэптопе, там планшете, компьютере, маке, будет не так классно, детализировано отображаться картинка, как с того же Xiaomi Mi 6. Потому что там можно призумить, прикропить картинку больше раз. То бишь, больше раз можно призум сделать на объекте, который вы там сфотографировали. Если вам интересно посмотреть, детально рассмотреть, там что-нибудь, что угодно, номер машины, там какую-нибудь белочку, там какую-нибудь там телочку, что угодно, в общем, рассмотреть можно, конечно же, больше приблизить, чем больше мегапикселей в камере. Но опять же, это все еще как бы очень спорно, потому что бывают такие камеры многомегапиксельные, а там приблизить ни хрена нельзя рассмотреть. В общем, по фото он шикарен, но вот этот минус, то, что нельзя сильно рассмотреть картинку приблизить на экране, меня немножко, конечно, напрягает, Потому что я люблю тот или иной объект рассмотреть детально Посмотреть там, покрутить, подумать там что-нибудь в это время Этот смартфон этого не позволяет сделать То бишь на 24 дюймовом смартфоне, мониторе Уже заговариваюсь, блин там Тороплюсь, очень много дел В общем, можно приблизить, ну пару раз можно приблизить без потери качества Все, больше нельзя По видео, а кстати по фото он еще нереально классно фотографирует ночью, вечером Или в помещении, как со вспышкой, так и без вспышки А если со вспышкой близкие объекты даже ночью То он вообще рвет вот этих всех смартфонов, просто изничтожает По дневной фотосъемке Xiaomi может ему дать по зубам еще как А вот по вечерней видеосъемке он не то что по зубам Он один против пятерых справляется Против десятерых даже Просто я не помню смартфон, который бы так хорошо фоткал ночью Со вспышкой близкие объекты Даже Lumia 808, Lumia 1020 Nokia Lumia Они так не фоткали со вспышкой Все равно они сильно очень привирали цвета А этот вот обалденно фоткает ночные объекты со вспышкой Но близкие объекты, ребята, надо понимать Что если вы сфотографируете машину вблизи метра два Получится шикарного качества фотка Если сфотографируете дом, который находится от вас в 100 метрах То фотка, конечно, получится так себе В общем, супер камера по фото Ну практически вот то, что я озвучивал Мелкие всякие недочеты Это лично мои какие-то там недовольствия А так камера отличная И по видео По видео ребята пишут Видео просто офигительно Samsung 7 и 7H Ну просто шикарно Стабилизирует картинку очень хорошо Но какой минус есть у него перед айфоном То, что айфон при записи 4К Может включать оптическую стабилизацию А i7 и 7H не могут Смотрите Стабилизация видео включена Full HD Переключаем в 4К То бишь Ultra HD Что мы смотрим Стабилизация вообще блокируется Все Аля Олю Включить ее нельзя Вот такой вот огромный-огромный минус Ну в общем Несовершенен тоже продукт Он просто неплохой, конечно Классный там Ну понимаете На нынешнее время сейчас По совокупности характеристик Он получает первое место заслуженно Потому что у него супер классная камера Как по фото, так и по видео Все, дорогие друзья Не буду дальше размусоривать Чтоб вас не задерживать Качайте, качайте, качайте Быстрее Примеры фотографий Под роликами будут Там будут 2 или 3 Выложено примера Заходите Там будет в каждом примере По сотне фотографий Наверное Закачайте, посмотрите Сами для себя сделаете вывод Потому что я жгу Даже профессиональные фотографы Бывают, начинают спорить между собой Хотя казалось бы Люди там Прозанимавшиеся фотографией 20-30 лет Ну не знаю Бывают спорят между собой Поэтому смотрите Кому-то может понравиться С Miizu Скажу там Типа да Дресня ваш Nexus Или iPhone Вот Miizu это да Или кому-то понравится Xiaomi фотография Ну в общем смотрите Будут дневные Вечерние Ночные примеры видео Мой рейтинг личный Слева направо Пятое место Miizu 5 Pro Четвертое место Nexus 6P Третье место iPhone 6S Plus Четвертое место Xiaomi Mi 5 И первое место Samsung Galaxy S7 Edge По совокупности Характеристик Фото и видео Все дорогие друзья До новых встреч Всем всего хорошего Присылайте свои идеи И присылайте Свои Как бы Ну Ощущения От просмотренных фотографий Что вам понравилось больше Свое мнение присылайте Только пожалуйста Пишите коротко Так ясно Лаконично Мне понравилось То-то Потому-то Потому-то Все Все дорогие друзья До новых встреч Всем всего хорошего И хорошего всем настроения И позитивного общения Тран-тран-тран